Наш главный вопрос это летняя занятость подросткам до 18 лет. Скажите, пожалуйста, как будет организована работа? В кучем году у нас есть новеллы. Это включение в список работодателей, которым будут компенсированы часть заработной платы молодежи, статус индивидуальных предпринимателей. Кроме того, включено горячее питание для ребятишек, которые от частичной оплаты горячего питания в размере 200 рублей. Ребятишек, которые будут принимать участие в летней трудовой практике. Далее у нас выплаты за наставничество, это 50% от МРОТа. И мы планируем значительно увеличить численность детей, которые будут принимать участие в летней трудовой кампании. Наверное, стоит обратить внимание, что сегодня мы очень комплексно рассмотрели вопрос. Мы добавим отчетность по детям, которые стоят у нас на учете. Такие, так сказать, непослушные дети в детской комнате милиции. Также это дети-сироты. Отдельно по ним будет вестись учет, потому что мы понимаем, что дети, оказывающиеся в трудной жизненной ситуации, им надо дополнительное внимание и, соответственно, приоритеты, потому что о них должны мы позаботиться, я имею в виду и органы опеки. Также это вопрос многодетных семей, чтобы дети из многодетных семей тоже максимально точно определить потребность в трудоустройстве ребятишек. Ну и, конечно, это новые специальности и возможности получить специализацию. Сегодня затрагивался вопрос восстановления полного функционала лагерей труда и отдыха, так называемых, летних, где ребятишки тоже могут выбрать для себя специальность и отрасль, в какой бы они хотели поработать. Сельское хозяйство, промышленность, лесная промышленность, что-то, что может дать им возможность ознакомиться уже с будущей профессией, которую они хотели бы или могут выбрать уже для своего развития. Игорь Михайлович, сегодня было с вами ровно Министерство молодежной политики. Насколько будут расширены полномочия по сравнению с Комитетом по делу молодежи? Прошу прощения. Насколько будут расширены полномочия по сравнению с Комитетом по делу молодежи и какие задачи будут поставлены в ближайшую перспективу? Сегодня важно для нас, когда мы говорим о задачах нашего государства и Министерства молодежной политики, это Министерство по подготовке будущей смены и для бюджетной сферы, и для внебюджетной сферы, для органов управления. Поэтому сегодня, говоря о задачах, это стратегические задачи нашего государства. Прежде всего, это вопросы подготовки кадрового потенциала в передовые и ключевые отрасли промышленности нашей страны. Это, соответственно, задача по участию в технологическом суверенитете Российской Федерации. Это вопросы вовлечения молодежи в активную жизнь. Это молодежное правительство, молодежный парламент. Просто мы об этом немножко уже меньше говорим. Это работает в нормальном режиме, но этому надо уделять тоже особое внимание. Далее, это вопросы организации летнего трудоустройства и сезонного трудоустройства подростков. Это вопросы воспитательной работы нашей молодежи. Это вопросы развития личности, это культура, спорт и общение между молодежью. Ну и, конечно, наверное, самый главный вопрос – это активное участие в духовно-нравственном воспитании. Мы хотим, чтобы Министерство молодежной политики работало с такими же органами государственной власти в других субъектах Российской Федерации и обменивалось опытом по тому направлению, как сегодня наших детей в этих очень непростых информационных условиях сформировать устойчивыми к этому информационному потоку. Потому что, говоря сегодня о том, как молодежь относится к текущей ситуации в мире, должен честно сказать, абсолютно, вот с того мы видим, молодежь в большинстве случаев более патриотична, чем их старшее поколение. И когда мы видим комментарии в соцсетях, то сегодня молодежь очень активно поддерживает компанию, специальную военную операцию, которая проводится на территории Среднего государства. Молодежь сегодня очень заинтересуется и заинтересована в активном участии в народном хозяйстве, в службе в армии, в определенном, наверное, статусе не просто гражданина Российской Федерации, а в сохранении культуры и позиционирования Российской Федерации на мировом уровне. В большинстве случаев молодежь не понимает, почему западные страны, которые так рьяно пропагандировали российскую и советскую культуру, взаимодействие, экономическое развитие, сегодня так легко могут попирать права, норм юридического права, международного права, норм нашего культурного многовекового наследия. Поэтому вот сегодня министерство как раз задача сделать так, чтобы и желание нашей молодежи, и возможность их участия в современной жизни, в развитии государства были реализованы. Дмитрий Михайлович, обсуждались субсидии, которые представляют людям, которые из аварийного жилья переселяются. К чему только пришло правительство, каков механизм представлены? Были доработаны механизмы, это выделение субсидий владельцам аварийного и ветхого жилья для переезда в более комфортное, так сказать, и обновленное жилье. При этом мы сегодня поставили задачу перед блоком Министерства строительства, это заформализовать процессы передачи аварийного жилья, процессы сноса аварийного жилья, и, соответственно, предоставление площадки для застройки уже новыми претендентами, кто хотел бы участвовать в жилищном строительстве на территории нашего региона. Все понимают, что эта программа должна быть ускорена с точки зрения объемов и сроков реализации, но при этом очень важно, чтобы у нас не осталось нерешенных задач и хвостов, потому что одно дело это просто выплатить субсидию, а другое дело добиться действительно результата, то есть достижение, чтобы человек переехал в улучшенное жилье, чтобы у него было не меньше квадратных метров, которые были сданы, соответственно, государству под утилизацию этого аварийного жилья. Ну и, конечно, этот механизм должен сопутствовать и стимулировать увеличение жилищного строительства на территории нашего региона. Игорь Михайлович, а можно вопрос еще про трудоустройство? В этом году у нас стало больше подростков за счет беженцев из соседних республик. Вот как будет трудоустроиться подростки из ДНР и ЛНР и уделено ли какое-то повышенное внимание им? Так же, как и наши российские подростки, они полностью имеют все аналогичные права. С учетом того, что они, как говорится, новенькие, с ними будут работать сотрудники, собственно, и нашей службы по трудоустройству, наши социальные службы, Министерство по демографической политике, социальные защиты, для того, чтобы они просто лучше ориентировались. Но это такие же дети, как наши, и я думаю, что у нас различий не будет, потому что Роскалово традиционно гостеприимно, традиционно открыто для всех, кто хотел бы жить, работать и трудиться на территории Российской Федерации. Продолжение следует...